Вы вблуждая на то ситое плот, пусть будут дни их сто двадцать лет. И дальше, получается, пятый стих. И увидел Господь Бог, что велико разрушение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. То есть тут какая-то прослеживается связь. Почему Адам и первое поколение людей жили так долго? По сути, потому что их связь с Богом еще не оборвалась так сильно. Но вместе с этой связью было также и знание. Это приводит к одному философскому вопросу. То есть желание вести праведную жизнь. Откуда оно идет вообще? Откуда има твое желание, да оживеем праведен живот? То есть тут мы видим, что во времена Желтого Императора и после потопного времени количество лет жизни у людей резко снизилось. И в книгах Желтого Императора виждем, что дни-то на хоро-то се намалили на ли живот им. Точно так же снизилось их стремление жить праведно. И все, что така стремление им да живеет праведно се намалило. То есть в Библии написано, что помышления сердца их были зло. И Библия-то пише, че това, което в сердце им имало само зло. И что было велико развлечения человеков на земле. И че нечестеное человеко се умножало. А в трактате Желтого Императора написано, что люди пьют вино как воду. А в трактате на Желтого Император пишет, че хоро-то пьет вино как вода. И входят в неразборчивые интимные связи. И имат много интимнее в русске. Тут получается такая связь есть, что когда человек отходит от Бога, има такава връзка, че когда человек се отдалечава от Бог, он сразу стремится к телесному. Винаги тогава започва да се стреми к телесното. И таким образом сокращает годы своей жизни. И така намалява годините на своя живот. И если же человек стремится к Богу, тогда он достигает определенной праведности. Глава той достига определенной праведности. И вече не стават му противни тези поживи на желания на тялото. И тогда он, естественно, его годы жизни увеличиваются. И тогава годините на живота му се увеличават. И когда человек отдаляется от Бога, он таким образом забывает причину, зачем вообще жить нужно правильно. И когда человек се отдалечава от Бога, то изобравя причината, за что их было да живем праведно. А забывая об этом, внезапно сокращает время своей жизни. Изобравяки за то, неочакванно сокращава дните на свое живот. Вот в первой главе книги желтого императора на древне китайском. В первой главе на желте император на древне китайский. Там таки говорится, что знание истинного пути – это дар небес. Там доказ и казва, че знанието на истин путь – това е дар на небесата. Минус только в том, что вот эти даже мудрые китайцы они со временем несколько сместили приоритет. То есть они решили следовать учению небес и принимать дар небес. Но они забыли про сам источник знания, то есть про Бога. То есть поэтому они были, в принципе, это очень благословенным народом, но уступали в некотором роде избранности евреев. Очень трудно следовать истинному пути без личного знания Бога. И много трудно да следваш истин путь без знания за Бог. Поэтому таких людей китайцы называли мудрецами. С другой стороны, если ты знаешь Бога, то жить правильно будет естественным. Так как всякое зло будет казаться противоестественным. И оттуда идет эта многолетняя жизнь. И оттам идва този длог живот. Если, конечно, вы не живете настолько правильно, что Господь не захочет забрать вас поскорее. Само, ако не живете толкова правильно, что Господь решит, да ви вземе сам. Как это Он сделал с Енохом и Илией? Как то Той направил с Енот. И Илия. И Илия. Да. Так. Ну и в принципе, вот эта вот довольно-таки интересная деталь, которую я бы хотел с вами поделиться. Давай, какое-то искать, чтобы споделить с вас. Потом, когда я продолжу чтение и перевод с древней китайского, возможно, я найду еще какую-то интересную информацию. Кого-то продолжу, да, проведешь, да? Может быть, ты намерял что интересная информация? Да, просто очень было интересно посмотри, потому что это два совсем разных народа, евреи и китайцы. И было интересно, как китайцы все-таки сохранили эту информацию. И интересно, как китайцы запасили эту информацию. Все-таки, я думаю, что первые люди, которые жили по 900 лет, у них был один минус, они не хотели передавать свои знания письменно. То есть, имели один минус, они не са искали записывать свои знания письменно, потому что они могли и так жить целую вечности, они могли рассказать любому лично. То есть, они могли рассказать лично на хоро-то. Да, и вот он проживает, первое поколение умирает, некоторая информация о Боге и его личном знании еще передавалась из-за соседа. И на летом живем поколении, умирая, и информация, которая, кто протяжал, започивает, что предавало через хоро-то, и говорят за то. Но чем больше людей становилось, в количестве, тем труднее, думаю, со временем этим древним людям было передавать эту информацию другим. Поэтому в один момент это знание начало теряться от Бога. И поэтому вместе с этим люди начали отдаляться от Бога и начали утолять свои телесные желания. И така хоро-то започнала да се удалечават от Бога и да исполняват желанието на тялото си. Да. И поэтому сейчас, ну, когда количество лет начало у людей уменьшаться, они, в принципе, начали обращаться к письменности. И когда годините на хората се започнены да наималяват, те се започнены да се обръщат към письменност. Да, поэтому в наше время, когда мы уже не можем жить больше ста лет, в наше время, когда мы не можем да живем повече от сто години, нам нужно постоянно читать слово. Трябва постоянно да читаем словото. Да, потому что там сокрета вот это вот истина на долголетие. Зато там тази истината на долголетие. Да, и вот так вот. на утром начал молиться. Почему-то спустился в зал, хотя я этого никогда не делал. Вот Господь побудил, и я ходил и промоливал каждый стул. Молился поименно, и почему-то у меня просто полились какие-то страшные слезы, какой-то плач, вот такая скорбь. за каждого из вас я молился усиленно, и это было для меня сверхъестественно. Вот, я понимаю, что Господь ходатайствует, уступается за каждого из вас, и периодически будит меня по ночам, ну, иногда я на кровати молюсь, иногда приходится куда-то вставать, выходить. Ну, вот сегодня я молился в этом зале, промоливал зал. Вообще, вот эта ситуация с моей дочерью, которая сейчас выходила, свидетельствовала, Анна, я думаю, что это большой экзамен для нашей поместной церкви, потому что, ну, думаю, что, ну, если бы мы были законнической церкви, то мы бы осудили, мы бы предали, мы бы не подпустили к себе, и в конечном итоге просто выгнали бы из церкви, да, и она бы ушла в мир, и никогда бы в церковь, в такую церковь бы никогда не вернулась. А то, что вот вы, ну, в том плане, что люди, да, которые, члены нашей церкви так отреагировали, я сам был свидетелем, как вы обнимали, как принимали, как покрывали, и для меня это очень большое, вы знаете, ну, на самом деле, такое чувство, да, это отрада, и я вам очень благодарен, что вы так отреагировали. Вы отреагировали как тело Иисуса Христа, вот по-настоящему, и я вам очень сильно благодарен, и поэтому для меня честь служить в такой церкви, быть пастырем в такой церкви, и вот утром я готовлю завтрак, и накрываю на стол, как всегда, да, ну, вот, всех накормил, да, это я себе сейчас комплимент такой сказал, иногда готовлю, иногда, признаюсь, вот, и сын сидит за столом и говорит, ну, я вообще-то проповедь сегодня приготовил, я говорю, а что ж ты вчера-то не сказал, что-то же заранее приду, я полночи не спал сегодня, ну, ну, хоть бы, ну, просто как-то вот, намекнул, что ли, ну, а я думал, что вы догадаетесь, ну, нормально, да, будем, ну, все-таки я сыну уступил, потому что, ну, победила молодость, как всегда, да, и просто давайте поприветствуем молодого проповедника Павла, Павла, Павел Мин. Здравствуйте, да, ну, я просто подумал, что молодежное служение, поэтому, естественно, что я буду вести, да, здравейте, днеска ем молодежкое служение, и зато помислих, че очевидную часть те говоря проповеднись, и такая тема уже некоторое время хотела с вами поделиться, называется люди высокой древности, и темата е хората на высока древност, я решил поговорить на эту тему, вспомнив свою давнюю дискуссию еще в школе, и реших да поговорим на тази тема, да вспомня дискуссия в училище, което имах, потому что я учился в третьей природной математической, в третьей природной математической, это такая, как бы, гимназия, направленная на медицину, и большинство моих одноклассников были атеистами, и мы с ними часто спорили о теории эволюции и креационизме, и часто спорили мы за теорию на эволюцию, Это такая наука, которая пытается доказать, что Бог создал мир. И в одной из этих дискуссий моя христианская подруга одна. Она так обмолвилась, что в древности люди жили по сотни лет. И атеисты не совсем восприняли это как нечто реалистичное. Потому что если по логике судить, в древности условия были ужасными. А значит и продолжительность жизни тоже должна быть соответствующей. И ученые предполагают, что люди до нашей эры, максимум, доживали до 26-30 лет. А если же посмотреть на текст Библии и увидеть даты жизни первых людей то можно увидеть такие невероятные цифры. Например, Бытие, пятая глава. Так, пятая глава. Тут, получается, перечисляется родословие Адама с первого стиха. И... Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию создал его Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и наименовал их человек. Адам жил 130 лет Адам живя 130 години И родил сына. То есть он только... И родил сына. 130 лет прошло, и он тогда решил родить сына. Чак, след 130 години, той решил родить сына. Все-таки это был первый опыт мужчины и женщины, поэтому, может, Бог им не объяснил, как все делается. Может быть, что-то твой был первый опыт на муж и жена и Бог не объяснил, как требовалось справиться сечку. Так что, да, 130 лет потребовалось, чтобы догадаться. И родил, значит, сына по подобию своему. И родил сын по свое подобие. И нарек ему имя Сиф. И наименовал Го Сит. И дни Адама по рождению им Сифа было 800 лет. И дни-то на Адама станаха 800 години. И родил он сынов и дочерей. То и родил сыновей и дыштерей. Всего же, получается, Адам жил 930 лет и умер. И всички-то дни на Адама коокуту живя станаха 930 години и умря. Значит, сын Адама Сиф жил 105 лет. Сит живя 105 години. И родил Еноса. И родил Еноса. Ну, видите, уже немножечко... На 30 лет меньше понадобилось догадаться. Вече по малку времени им потребовало. Видимо, была деликатная тема, Адам не хотел раскрывать все секреты сразу. Может быть, Адам не искал да рассказывал всички тайны. У Сиф тоже никому не приходилось догадаться самому. И на Сит, сошто ему трябвало время да научи, как трябва да справи. И, получается, по рождение Еноса, Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Сит живя 807 години, родил сынов и дыштери. Всех же дней его было 912. И всички-то дни на Сита станаха 920 години. И он умер. И умря. Так, ну, тут, в принципе, дальше идет. Енос жил 90 лет. Енос живя 90 години. И родил Кайнана. И родил Кенана. То есть уже меньше. Вече по малку. Все смышляние и смышляние становится. И, получается, всего он жил 905 лет и умер. И общо живя 850 години. Кайнан жил 70 и родила Мала Лейла. Кайнан живя 70 години и родил Мала Лейла. И всего, получается, жил 910 лет и умер. И общо живя 840 години и умря. Мала Лейла жил 65 и родил. Мала Лейла жил 65 години. И всего жил 895 лет. И общо живя 895 години. Ну, это понятно, что жили они очень много. Разбираме, что они соживели много. Тут единственное, довольно интересный 21 стих. Енох жил 65 лет. И 21 стих интересен. Енох живя 65 години. И родила Мафусала. И родила Мафусала. Так, всех же дней Еноха было 365 лет. И всички эти дни на Еноха станаха 365 години. И ходил Енох перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его. То есть Енох жил в сравнении со всеми остальными очень мало сравнительно. И в сравнении с другим Енох живял много по малку. Да. Всего-то 360 лет. Само 360 години. Да. И, ну, видимо, он был настолько праведным, что Бог как бы не хватил ему терпения и он его забрал к себе. Может быть, той был только праведен, че на Бог нему стигнул терпение и той его взял. То есть, да, как вы видите, очень много лет. Очень даже, как бы, трудно нам сейчас это поверить. Много трудно да повериме сега в това, но те са живели толкова много години. Ну, можно, кстати, тоже обратить внимание, что с каждым новым поколением количество проживаемых лет немного уменьшалось. И можете обратить внимание, че с поколения годините на живот са намалявали. Да, к этому вернемся чуток позже. Почему так происходило? И мне стало вот интересно, какие древние книги могли бы подтвердить этот факт? И на мене стало интересно, какие древние книги могли бы подтвердить тот факт? Ну, потому что обычно люди так, особенно такие скептические, которые относятся к информации, они пытаются всегда найти где-нибудь подтверждение в других источниках. Что-то те сикуету, хоро куи-то скептически соотносят к некой информации, тверсят источницы и доказательства в другие места. Библейский вариант долгожительства это не единственный в своем роде. И такой библейский вариант на долгоживотных хоро это единственный вариант. Есть также, например, шумеро-аркадский эпос. Шумеро-аркадский, которому в древности они жили еще дольше. Ну, там цифры прямо вообще на грани фантастики. Ну, там цифры все фантастичнее. Значит, царь Алулим правил 28 000 лет. Царь Алулим правил 28 000 години. А Аллогар 36 000 години. Да. Энменлуана 43 200 лет. Энменлуана 43 200 години. Это прямо вот фантастические цифры. Это у вас фантастические цифры. Мне кажется, даже государства так много не существует. Поэтому, да, это все-таки очень такие сомнительные цифры. И, значит, совсем недавно я начал изучать одну такую книгу. Потому что она несколько связана с моей профессией. Я начал ее читать. Я купил эту книгу еще в Китае. Там получается древнекитайский язык. Потом определение древних китайских слов. И перевод на упрощенный китайский современный. Значит, эта книга называется «Трактат Желтого Императора». И сейчас я поясню, почему доверие к этой книге у меня несколько больше, чем к шумеро-аркадским мифам. Во-первых, я врач китайской медицины. И многое, что там описано в книге, она используется на практике до сих пор. Эту книгу также мы изучали в университете. Где-то на третьем курсе. На третий курс. На третий год, да. И получается, сейчас я немножечко вкратце объясню вам, что вообще из себя представляет. На кратку, чтобы я объясню, как его представляла книга. По-китайски звучит Хуандин и Зин. По-китайски звучит Хуандин и Зин. И, значит, переводится это как «Трактат Желтого Императора внутренним». Это такой древний китайский текст, который является основополагающим для традиционной китайской медицины. И в тексте обобщен опыт древних китайских врачей. И в тексте описывал опыт на китайските доктори. Став для последующих поколений учебником. И това станет как учебник за последующие поколения. Или настольные энциклопедии. Или энциклопедия. Историко-культурное значение этого трактата сопоставимо с древнегреческим гиппократовым сборником и с каноном врачебной науки Абицины. Историко-культурное значение. Историческо-культурное значение на Хуандин и Зин за развитие на традиционной китайской медицины то, что с поставива со древнегреческим сборник на хиппократ и канон на лекарская наука. На Абицина. Там, за что ты имеешь полное имя Абу Али Хусейна Ибн Аббалаховна. Ты скажи просто Абицина. Абицина. И значит, вот этот трактат Желтого Императора состоит из двух частей. И трактат на Желтый Император состоит в две части. Каждая из них состоит из 21 главы. И всякая состоит из 2,7 глава. И построено оно как диалог легендарного императора. И там этот диалог со самия император. Вот это как раз Хуанди, то есть Желтый Император. То есть, скажем Хуанди. И он общается с различными его медицинскими советниками. И то есть, общувствоваться с различными свойами медицинских советницей. В первую очередь, ЦИБО и ЛАЙГУН. СЦИБО и ЛАЙГУН. То есть, он задает вопрос, а они обычно ему отвечают. То есть, задава вопрос, а ты ему отговорят. И первая часть называется СУВЕН. И первая часть на речи СУВЕН. Это как переводится вопрос о простом. И то сопряждая к этому вопросу запросить нечто. И содержит теоретические основы традиционной китайской медицины и методики диагностики. И содержит теоретичные основы на традиционной китайской медицине и различные методы на диагностика. А вторая, она меньше известна, называется ЛИНШУ. А вторая, по малку известна, она речи ЛИНШУ. Переводится как ОСЬ ДУХА. И се превежда к этому ОСЬ НА ДУХА. Там очень подробно изучается иглоукалывание. И там много подробностей изучава иглоукалывание. Акупунктура. И ученые предполагают, что книга СУВЕН, она принадлежит к Второму веку до нашей эры. И учените предполагат, что тази книга СУВЕН принадлежи к Втория век до нашей эры. То есть это довольно древний текст. Това е много древен текст. Однако все равно не сравнится с Старым заветом, Танахом. Но той няма да может да се сравни с Стария завет. Потому что он писал себя с Девятого по Второй век до нашей эры. Потому что он был писан от Девятого века до нашей эры. Однако все-таки несколько пересекаются по времени, поэтому они, можно сказать... Но по времену те се пресечат... ...книги одной эпохи. Можете сказать, что те са книгите на една эпоха. Те, которые меня давно знают и слушают, они знают, что я уже вспоминал однажды... ...связь между некоторыми китайскими иероглифами и библейской историей. То есть до сих пор некоторые иероглифы содержат историю бытия, обеззнания Адама и Евы. Как, например, что вот этот, как бы, Эдемский сад, там иероглиф совпадает с западом. То есть откуда китайцы древние пришли изначально. Эдемская градина совпадает с иероглифом в запад, откуда саду шли хората. Ну, там, в принципе, в интернете, я думаю, можно глянуть, может, она сохранилась еще. В интернете можете видеть это. Сейчас многие люди, особенно китайцы, они приписывают мораль и посыл трактата Желтого императора к даусизму. И много китайцы сега используют мораль и то, что доказывал Желтого императора к даусизму. Но я считаю, что мораль и посыл, они больше относятся к ветхозаветной вере евреев. Потому что в трактате Желтого императора ни разу не упоминаются языческие боги. За что-то в трактате на Желтого императора ни разу не упоминают языческие боги. И я вот хочу вам немного зачитать первую главу вот этого трактата. Значит, это первая самая глава. И, значит, вкратце, в прошлом жил Желтый император Хуанди. Который с рождения обладал силой духа и чудесными способностями. В младенчестве он умел говорить. Ребенком отличался умом. Беше много умен. В юности обладал проницательностью. Беше проницателен. Взрослым достиг небес, так говорится. И когато е поразнал, той е достигнал небесата. Но там, если вы приводите как бы с оригинала, то как бы он постиг небесного знания. Ако привеждам от оригинала, той е постигнал небесното знание. И тогда он обратился к своему небесному наставнику. И тогава той се обърна к своему небесному наставнику. То есть этот наставник е врач Цибо, который тоже очень мудр. И вот что он спрашивает довольно интересно. Я слышал, что в высокой древности люди доживали свыше ста лет. Это русский перевод, он не совсем правильный. А движения и действия их оставались неизменно легкими и ловкими. И движения и действия собили леки. Не похожими на старых. Да, все не застариваются. Ныне же люди в возрасте 50 лет двигаются с трудом. Но сега хората куэта сана по десе гудини задвижат трудно. Означает ли это, что времена изменились? Или же люди утратили что-то? Това означает, что времена-то се променели к муошу. Или хората се загубили свою способность. И, получается, ЦБО отвечает. И ЦБО отвечает. То есть этот врач. То есть лекарь. В глубокой древности люди знали истинный путь. Во древностях хората со знали истинный путь. Они, получается, знали правила как ин и ян. Находили гармонию в искусстве, в вычислениях. Был упорядочен у них ритм приема пищи и питья. Соблюдалось постоянство ритма движения и покоя. Люди были без глупостей и без суеты. И в результате их телесная форма и их дух действовали в гармонии. Люди проживали здоровыми все годы. Жили свыше 100 лет. И только тогда покидали мир. В нынешние времена люди делают не так, как раньше. Вино пьют вместо воды. Суета – это постоянная практика. В пьяном виде вступают в любовные связи. Их желание истощает. В результате они растрачивают свое истинное устремление. И люди, не обладая знанием. Они стремятся к наполнению и удержанию телесной формы. Расходуют свой дух. Делами ускоряют движение сердца и нарушают законы гармонии жизни. И поэтому к 50 лет они уже больны. И поэтому к 50 лет они уже заболевают. Да, тут такой интересный посыл, что уже тогда, в древности, древние китайцы еще сохранили знания о этих древних людях. И можно увидеть какую-то связь, что древние люди после Адама, они жили, в принципе, праведной жизнью. Может, да видим в Русска, че хората след Адама са живели с праведен живот. Дальше, в этой тратации, в первой главе, император спрашивает такой вопрос. А если... И покусно в тази глава император задава такой вопрос. А если человек не отходит от истинного пути, то может ли он иметь детей, несмотря на 100 летний возраст? И, значит, врач отвечает ему, если человек не отходит от истинного пути, то, несмотря на старость, телесная форма его сохраняется полностью. И даже если ему много лет, он способен иметь детей. В глубокой древности были люди, познавшие истину, которые владели небом и землей, левой и правой рукой они удерживали субстанции ин и я. Выдыхали и вдыхали... Как это? Это некоторое определение несколько трудное для понимания. Как бы энергию чьи, можно сказать, да? Воздух, можно сказать. Да, то есть отдышивали и издышивали воздух. Угу. Стояли независимо, удерживая свой дух. Угу. Стояли независимо, удерживая свой дух. Мышцы их были едины. Мускули тимса были едины. Они могли жить бесконечно долго. Могли доживеть бескрайно долго. Как небо и земля. Ибо таков был их путь. Познавших истину. Познавших истину. Интересно. То есть он описывается именно вот эти древние люди, да? То есть они следовали истинному пути, потому что они еще познали Бога. И вот это знание удерживало их жизнь. И твое знание держало их живот. Ну, потом, однако, со временем люди начали утрачивать знание о Боге. И поэтому вот можно увидеть в Бытие, в шестой главе, третий стих. В Бытие шестая глава, в третий стих, может, да видим. Там Господь говорит. И тугава речи Господь. Не вечном Духу моему будь пренебрегаемом человека ми. Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. Потому что они очень важны. Потому что я...